Всем привет! Сегодня расскажу про задачу геонавигации, зачем она нужна и как ее можно решить с помощью Metric Learning и Computer Vision. Расскажу сначала, как бурятся скважины горизонтальные. В общем, изначально мы бурим, соответственно, скважину для разведки, находим нефтяной пласт, и после уже бурим скважину непосредственно сам нефтяной пласт. Забуриваемся в него, и наша цель максимально долго в нем находиться. Далее мы делаем гидроразрыв, закачивая туда воду с песком, химикатами. После этого у нас, соответственно, образуются трещины, и обратно они исходятся, за счет того, что мы закачали туда еще песок. После этого у нас начинает течь нефть. И, соответственно, задача геонавигации – отследить, как у нас изменяется траектория пласта, чтобы максимально долго в нем находиться. Будем мы это делать с помощью вот этих данных. Для начала у нас есть абсолютная глубина скважины для обоих скважин, соответственно, портной и нашей горизонтальной скважины. Далее у нас есть длина колонны труб, то есть не абсолютная глубина, а именно сама длина скважины. И также мы замеряем гамма-каротаж. Это, естественно, протективность породы. И он у разных пород имеет разный сигнал. Собственно, по нему мы и будем сравнивать, схожие интервалы или нет. То есть относятся они к одному и тому же пласту пород или нет. Ну и в целом хотел сказать, что бывают не только горизонтальные скважины, также есть вертикальные, наклононаправленные. Но мы с вами сегодня рассмотрим горизонтальные, так как они включают в себя, в принципе, все типы секций бурения. Секции бывают, соответственно, вертикальные, наклононаправленные и горизонтальные. Мы разработали два алгоритма. Один для вертикальной части, второй для горизонтальной. Ну и, в принципе, они переключаются на стыки вот этой криволинейной секции. И вот так выглядит уже готовый результат в нашем продукте StarStyr. Здесь можно видеть, как мы интерпретируем, словно, как идут слои под землей. Начнем с вертикального трека. Вот у нас две скважины, наша опорная, на которой мы нашли нужный нам пласт. И, соответственно, первая вот эта вертикальная часть нашей горизонтальной скважины. В принципе, видно, что сигналы более-менее между собой похожи. Но, например, один зашумлен, имеет, то есть, там, относительно сжат или растянут в каких-то местах. Может иметь разную мощность, потому что мы, условно, замеряли разными приборами. Ну и, соответственно, разные геологии. То есть, в каком-то месте наш пласт шире, в каком-то уже. Где-то вообще может какой-то отсутствовать пласт. Где-то какой-то новый появится. И, соответственно, какие-то классические метрики сравнения двух векторов не особо здесь работают. Вот. Так примерно выглядит результат вот уже сопоставления каких-то интервалов. То есть, здесь видно вот один шире другого. Какие-то смещены в разные стороны. В общем, как будем сравнивать сигналы? Воспользуемся метрик Лерник. На вход у нас есть три типа сигнала. Синим цветом обзовем его якорь. С зеленым будет позитивный пример. И красным негативный. И мы видим, что верхние два у нас между собой похожи. Нижние отличаются от них. И наша задача создать такое векторное пространство, в котором похожие сигналы будут лежать друг с другом в пространстве. Отличные где-то на отдалении. Соответственно, что мы делаем? Мы пропускаем все наши сигналы через энкодер. Далее получаем эмбейдинги. Соответственно, вот эти те самые координаты в новом векторном пространстве. В качестве энкодера мы взяли простую полносоветную сеть в несколько слоев. Вот дальше, получив наши эмбейдинги, что нам нужно сделать? Нам нужно обучить как-то нашу модель. Как раз, чтобы схожие сигналы лежали как-то рядом. Для этого мы используем триплет лосс. Модель считается обученной. Когда у нас негативные примеры находятся дальше, чем позитивные. Меряем расстояние до позитив примера. Берем какой-то запас. И вот дальше вот этого участка, желтым цветом здесь обозначены, должны находиться наши негативные примеры. Ну и здесь, кому интересно вообще попробовать metric learning, есть вот, например, такая хорошая библиотека. Сначала данные. Как будем обучать? В общем, чтобы набрать кучу таких сэмплов, нужно много разметки. Разметки, естественно, нету или очень мало, как это часто бывает. А что делаем? Берем случайный кроп какой-то скважины и говорим, что это наш якорь. Берем случайный кроп, но не пересекающийся по глубине на той же скважине, который относится к какому-то другому пласту, и говорим, что это наш негатив. А для генерации позитива мы просто берем и всячески искажаем наш исходный сигнал. Ну вот здесь примеры, вариации, как мы можем условно как-то поиздеваться над нашим входным сигналом и будем говорить модели, что они между собой похожи. Здесь, в принципе, видно по метрикам. В общем, здесь корреляция МСЕ и как раз дистанция между этими векторами. И, в принципе, у него дисперсия поменьше получается, чем у всех остальных метрик. Далее. После того, как теперь уже обучили нашу модель, мы берем какой-то свежий пробуренный участок и сравниваем его скользящим окном с заданным интервалом на опорной скважине. И, соответственно, выбираем ближайший по этой дистанции после энкодера в этой новой системе координат. Ну, соответственно, вот. Прогнали через энкодер, получили, выбрали ближайший. Как выбрать ближайший среди, так сказать, с помощью сравнения вектора с матрицей используем соглашение Эйнштейна. Вот график самой быстрой реализации. Ну или сегодня, может, соглашение Франкенштейна. Теперь хотим как-то это быстро обкатать. Продукт у нас на C++ написан, нужно как-то быстро внедрить. Собираем XE с помощью вот этой библиотеки. Проверяем в нашем продукте, обкатываем, получаем фидбэк, исправляем. Далее, так как весь код был написан на Py, берем такую библиотечку Extensor специально обученного Костю Хорошевского, и все, у нас уже код на плюсах. И работает где-то в 8-12 раз быстрее, в зависимости от... Да, рекомендую. Этот стэк очень удобный. Соответственно, здесь вот пример, в принципе, аналогии на двух библиотеках. Далее. Вот пример результата, как это работает. Например, на нескольких скважинах. На одной скважине мы обнаружили, не знаю, что у нас там есть, нефть, уголь, газ и еще что-то. И мы хотим найти, на каких же глубинах это находится на соседних скважинах. Ну и, соответственно, мы можем запустить наш алгоритм, и он как бы автоматически смачивается. Либо вот там нечесть найти, то есть где у нас соседняя скважина. Так, с вертикальным треком закончили, добурились до горизонтального. Меняем траекторию и забурируемся в сам нефтяной пласт. Какие данные у нас есть? Вот мы пробурили свежий участок, знаем его абсолютную глубину. В этом же заданном интервале глубины берем участок для опорной скважины нашей. Соответственно, что у нас есть? У нас есть тот самый замеренный гамма-коротаж. Мы знаем, как менялась абсолютная глубина в этом участке. Ну, то есть мы там условно не прямо бурились, а вверх, вниз. И, соответственно, тот же самый есть сигнал для нашей опорной скважины. И нам как-то нужно понять, то есть как вот в одной оси вот этот сигнал все относится к какому-то участку на соседней скважине. Что будем делать? Прежде чем сказать, что в принципе мы могли бы использовать прошлый алгоритм, то есть просто порезать там, ну, на какие-то направленные по глубине участки и как-то их между собой все по очереди сравнивать. Ну, во-первых, это будет очень долго сравнивать, плюс какие-то участки. То есть, как вот здесь, да, условно, они доводят маленькое изменение по глубине, иногда они вообще просто условно прямо идут, и будет довольно сложно сравнивать их с предыдущим алгоритмом. Попробуем решить эту задачку с помощью компьютерного зрения. Как будем собирать картинки? Мы берем наш вектор с одной скважины, с другой скважины, просто дублируем условно по разным осям и получаем два таких изображения. Соответственно, в самом значении пикселя будет значение нашей гаммы, то есть замеренного сигнала. И можно каждый индекс пикселя по оси Y характеризовать как... Он будет соотноситься к какой-то абсолютной глубине. Соответственно, по оси X к длине скважины. И нам нужно как-то еще передать информацию, как у нас менялась абсолютная глубина нашей горизонтальной скважины. Мы просто вычитаем это значение из вот этого рейнджа, глубины нашей опорной скважины. Получили три картинки. Как будем обучать модели, что у нас будет на выходе? На выходе у нас будет такой хитмап, который будет означать смещение наших пластов под землей. Как это можно интерпретировать? Например, если бы пласт шел бы абсолютно ровно, у нас был бы на самом деле вот этот белый предикт, который характеризует изменение глубины во время бурения на горизонтальной скважине. Но так как он идет как-то неровно, мы как раз смотрим отклонение от вот этой белой линии, то есть понимаем, что у нас пласт как-то криво шел. Например, мы знаем, что вот этот пиксель соответствует по одной оси абсолютной глубине на опорной скважине 2153 метра, и он же соответствует, соответственно, по оси длины самой скважины, фактической длины, длины вот этой колонны труб, 3100 метров. И мы знаем, что на 3100 метров мы бурились на абсолютной глубине 2150 метров. Соответственно, мы понимаем, что наш пласт изменился на 3 метра по глубине, мы понимаем, что он пошел куда-то вверх, и нам нужно буриться тоже чуть выше, потому что мы хотим оставаться в нашем нефтяном пласте, нам нужно следовать как бы траектории пласта, мы меняем траекторию бурения. Как это все обучалось? Взяли UNED, энкодер лучше всего зашел в MaxTweet, библиотека Segmentation Models, всем рекомендую, кто не знает. Ну и в принципе у нее хорошая фишка, она отлично дружит со всеми энкодерами PyTorch и UNEDGE Models. Обучили модель, идем скользящим окном, соответственно, по нашей скважине, предиктим маски. То есть они получаются такие хитмапы, то есть с помощью постпроцессинга мы так же, как я до этого говорил, получаем изменение нашей траектории, и, соответственно, следуем за изменением траектории пласта. Как это все заставить работать, опять же, в нашем продукте? Снова собираем XZ-шник, модель конвертируем в NNX, то есть это все отлично дружит с C++, отлично работает. Так выглядит финальный результат. Здесь видно, это ось фактической длины скважины, у нас на верхнем графике, соответственно, видим, как сигнал наложился, и здесь у нас сверху вниз, да, это уже абсолютная глубина. Вот эта верхняя часть, это как раз тот самый вертикальный трек, пониже это уже идет горизонтальный трек, и здесь видно, как вот множество сегментов наложилось друг на друга. Это как раз, когда мы условно бурились то вверх, то вниз, то вверх, ну, то есть проходили один и тот же пласт кучу раз, и вот он как бы вот так, сигнал здесь накладывается. И, соответственно, как у нас идут сами пласты под землей. В принципе, у меня все. Можете задавать вопросы. Вот можете пояснить еще раз про то, как мы перешли к картинкам, и, я так понимаю, там по оси Y просто растянута интенсивность этой РД-штуки. Как она там? Ну, вот третья картинка понятная, но вот тут это просто растянуто, и тут же много лишней информации. Ну, мы хотим как-то представить в виде изображений, то есть, да, они дублируются, но у нас, условно, мы хотим представить информацию из двух скважин, они, условно, замерены в разных осях. То есть, у нас есть абсолютная глубина, да, она сверху вниз, и слева направо у нас есть длина самой скважины. Мы хотим как-то, то есть, представить это в виде изображений и подсвечивать те моменты, то есть, мы будем подсвечивать те пиксели, где модель говорит, что пересечения, вот эта глубина с одной скважины, как бы это относится к двум разным скважинам, глубина с одной скважины соотносится к какой-то точке, вот в этот момент мы замерили и проходили тот же самый пласт. Ну, это типа по цвету с отношением. Ну, условно, мы смотрим на изменение сигнала, то есть, да, в кум-то окне, когда мы проходим свертку, и плюс мы смотрим на, насколько у нас, как бы, далеко от какой-то глубины мы отошли. Ну, просто, как бы, непонятно, модельки же для CV, условно, большие слоу параметров имеют, как раз потому, что им приходится работать с X и Y, а у нас это только, условно, ну, X на картинке, либо Y, ну, как бы... Ну, это, условно, два слоя, как бы, у нас один отвечает за X, второй за Y, и плюс у нас есть еще их разница и глубин, то есть, по двума сям, соответственно. Получается, как будто пыталась, это как одна картинка трехканальная. Да, 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 то есть, вот она, вот. Это одна картинка. Это такой, условно, псевдо-РГБ. Не, 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 мы их не отдельно, то есть, мы просто все три взяли вместе, то есть, каждую как отдельный слой, и уже подали. То есть, изображению, а на выходе, то есть, соответственно, светили, как мы считаем, в каждой точке, вот мы замерили, как у нас сместился пласт, на сколько метров вверх или вниз. И вот тоже про выход. Выход это вектор, или это реально вот... Это маска, причем, чтобы она лучше обучалась, мы, на самом деле, сделали здесь градиент, я забыл сказать. Ну, то есть, условно, там, единичка, 0.9, 0.8, то есть, как-то, чтобы меньше штрафовать, что если мы не сильно ошиблись, условно, там, я не знаю, на полметра меньше, то давайте модель не сильно штрафовать, как бы. А потом мы уже постпроцессингом, то есть, ну, условно, на самом деле, у нас по вот этой оси абсолютная глубина. Если мы просто сделаем, то есть, подсквятили хитмап, сделаем argmax, то есть, мы получим какие-то индексы, да, там, при этом, 512 пикселей, и каждое значение пикселя будет соответствовать какой-то глубине. Мы поймем, на самом деле, по оси x, вот мы бурились, и в каждой точке, какой реальной глубине на опорной скважине у нас соответствовал вот этот наш пласт. Ну, вот эта маска, это линия шириной в один пиксель. Маска это один пиксель. Ну, вот, я говорю, поэтому мы сделали, да, градиентом, чтобы это, как бы, лучше обучалось все. То есть, там, условно... Ну, почему нельзя вектор попросить выводить? Вот, гораздо хуже получается. Там, на самом деле, он оверфитится, просто там в районе среднего значения все время как бы предиктит, то есть, и сильно хуже. Почему? То есть, на самом деле, мы пробовали, то есть, изначально, мы все это, да, попробовали, то есть, мы одномерные модели подавали, вот, там, двухмерные предиктели, соответственно, тоже в виде вектора, и все это работало гораздо хуже. То есть, там, прям, ну, на порядке хуже. Есть еще два вопроса. Один, на понимание, почему градиент помог, а второй, на то, когда можно применять вот эту классную штуку с переводом одномерных данных, двумерные. Так, на первую, почему градиент помог? Ну, кажется, что... Вот, например, мы предсказали, что наш пласт сместился на 3 метра. Ну, наверное, если мы предскажем, что он сместился на 2,9, это, как бы, не так же плохо, как мы скажем, что на 10. И поэтому, как-то, рядом с таргетом было бы неплохо тоже подсветить зону. Да, мы там будем тоже штрафовать, но меньше штрафовать. То есть, там будет не единичка, таргет, а 0,9. Там соседний 0,8. То есть, вот такая логика. Что давайте, как бы, ну, модель, если она предсказала рядом, это, как бы, все еще хорошо. Если уже где-то дальше какой-то зоны, ну, это уже, уже там, на самом деле, одинаково плохо. То есть, 10 метров или 100 метров. Так, а второй вопрос был, когда применять... Ну, вот, например, задача геонавигации. Другие пока не решал с помощью такого подхода. А вообще, где это достали вообще? Методом проб и ошибок, наверное. Вы сами это придумали? Ну, получается так. И оно работает. Почему плюсы? Там важно моментально все это делать, либо это, если на кто-нибудь это считается примерно полтора года? Весь... У нас десктопный продукт. Он написан на плюсах. Соответственно, мы как-то хотим все это, во-первых, зашифровать, и чтобы это все быстро работало, и, соответственно, было написано на одном языке. Плюс быстрее, никто не хочет ждать. То есть, ну, на самом деле, там очень быстро пробуривается вот весь этот вертикальный трек, то есть, очень легкая модель. но, то есть, никто реально не хочет ждать. То есть, как-то, я не знаю, время. Плюс у нас еще есть серверное решение, и, соответственно, там уже просто время, деньги. Ну, то есть, мы экономим на аренде железа. Да, на аренде железа, соответственно, тоже экономим. Чем быстрее посчитали, тем меньше арендовали. То есть, здесь как бы, ну, эффективный прирост, если мы в 10 раз быстрее считаем. Вот. Да, это не все. Еще вопрос. Как-то можно в этих моделях учить физику процесса? Ну, вот условно, ты смотришь, как тебе нужно провести трубу внутри пласта, но очевидно, что у тебя там в каком-то месте не может пласт сделать прыжок в 100 метров. 10, наверное, сможет, но в 100 не сможет. Мы можем как-то эту физику модельно ограничить? Какие-то тут в прошлый раз доклады как раз про это были. Так, еще раз. Ну, вы адресовываете, как как бы под землей проходит пласт между скважинами. Можно же, наверное, какую-то физику заложить, что, например, между двумя скважинами не может быть какого-то рискового... Мы на самом деле это учитываем на постпроцессинге. Сейчас похожу вот этот хитмак, который, да, у нас в конце был. Там в чем проблема? В том, что мы можем подсветить несколько областей сразу. Да. Ну, и то есть, получается, вот здесь, в принципе, да, где-то видно, ну, здесь на самом деле есть. А бывает, когда прям ярко, хорошо несколько. И, в принципе, мы понимаем, что, условно, там, честно не помню, ну, там, предположим, за 10 метров там максимум какой-то угол, там, 9-15 градусов, я, честно, не помню. И, в принципе, мы это используем тоже в постпроцессинге. То есть, в том числе, как бы, там, несколько алгоритмов и, да, да, мы вот учитываем, что, ну, не может, ну, понятно, что бывают разломы, да, но, в целом, если их нет, то не может как-то резко у нас пойти пласт. И можно ли как-то учитывать, что у нас, получается, путь колонны труб, он будет, ну, последовательный. То есть, в данном случае, мы, кажется, если мы, там, обычную полносвязанную сетку линкодера используем, оно никак не учитывает, что траектория на какая-то последовательная. Может быть, из этого уже какой-то сигнал можно достать, что, ну, какая-то закономерность есть у пласта и, я не знаю, что в этом роде. Ну, имеется в виду, может, что-то какая-то там реально последовательность есть, а не просто набор каких-то дискретных точек в произвольном пространстве. Ну, здесь, в принципе, учитывает последовательность как раз вот этот энкодер. То есть, в чем его фишка и почему он лучше всего зашел, он как раз это учитывает. Спасибо. Вопрос больше про первую часть. Там были графики, похожие на сейсмоакустику, то, что в геологии называется, когда сигнал вниз опускается, из пород всякие признаки собираются. И в геологии есть другая проблема определения, где вода, где нефть. То есть, это непонятно. Эти графики? Да. Это гамма-караташ. Если что у нас. Ну, вот вопрос был про то, если не зная заранее, где вода, где нефть, ведь там невозможно определить, откуда была уверенность, что вы идете к нефти, а не к воде? Нет, ну, здесь как раз у нас, условно, есть опорная скважина, которую мы прибулили для разведки. То есть, мы нашли там, где нефть, и потом уже соседнюю скважину забуриваем в сам пласт. То есть, и вот, по сути, мы сравниваем, как бы, сигналы с какой-то опорной скважиной. Слушай, а как это решение адаптируется, там, для разных скважин? Кажется, от прибора, от... А вот мы как раз и обучались, то есть, на... Ну, то есть, ваше решение, оно в целом устойчиво, там, то, что у нас поменяется прибор, скважина, давление в пласте, и что бы то ни было еще, там, породы другие будут. Ну, да, я там как раз описал, что, условно, влияют у нас разные приборы, да, они могут иметь разную мощность сигнала, соответственно, какой-то шум, растяжение, сжатие. И во время обучения, как бы, мы как раз, вот, когда мы говорим, что вот эти два сигнала похожи, мы вот один фиксируем, над вторым, условно, ну, как-то эмулируя вот эти ситуации, всячески издеваемся. То есть, да, как-то там растягиваем, сжимаем, смещаем, меняем по мощности, добавляем шум, какой-то кусок вообще удаляем, то есть, ну, здесь еще более-менее простые примеры, то есть. Спасибо. 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 Спасибо.